Уважаемые товарищи, начинаем нашу традиционную научно-практическую конференцию, которая проводится под эгидой Невиномысского института экономики, управления и права. Фонда рабочей академии, Федерации профсоюзов России и Института профсоюзного движения. В этом году тема нашей конференции – решение проблем, заключение и выполнение прогрессивного коллективного договора. Как мы понимаем с вами, темы очень актуальны, хотя мы знаем, что актуальность темы всегда проявляется по-особому в зависимости от обстоятельств. Обстоятельства, которые у нас сегодня происходят в стране, они, конечно, придают особое содержание этой проблеме. Конференция, как всегда, вы знаете, ведется людьми, которые являются консультантами Российского комитета рабочих. Это не случайно, потому что наша конференция всегда проходит накануне очередного заседания Российского комитета рабочих. И, разумеется, это не простое совпадение во времени, а это события связанные. И наша конференция, она дает такой взгляд научный, постановочный, все-таки больше идет речь о научном подходе к тем проблемам, которые завтра будут более конкретно, с учетом опыта, рассмотрены в рамках Российского комитета рабочих. Тем не менее, участники Российского комитета рабочих уже являются и участниками конференции. Поэтому они имеют возможность, я уж не говорю право, возможность выступить по повестке, по теме нашей конференции, своими соображениями, которые могут получить развитие завтра. Поэтому я призываю всех участвующих в конференции тоже выступать и не думать, что вся задача состоит в том, чтобы прослушать доклады. Доклады мы приготовили, конечно. Значит, кто это мы? В президиуме у нас Кирилл Владимирович Юрков, кандидат технических наук, научный консультант Российского комитета рабочих и преподаватель Красного университета. Тоже всем известен во всех этих качествах. Ну и я ведущий тоже в президиуме Золотов Александр Владимирович, доктор экономических наук, профессор, научный консультант Российского комитета рабочих. Ну и поскольку наша конференция проходит под гидрой фонда рабочей академии, уместно отметить, что и Кирилл Владимирович, и я являемся вице-президентами фонда рабочей академии. Фонда рабочей академии. Итак, начинаем нашу работу. Я думаю, будем регламент как-то обозначать. Какие приложения по регламенту будут, сколько докладчикам дадите. Поскольку мы ведущие, мы можем выйти из регламента, и никто нас не остановит. Но что-то приложить вы можете. Есть у вас такое право. До 20 минут. До 20 минут тогда. Хорошо. Дорогие товарищи, слово для выступления дается Александру Владимировичу Золотову, доктору экономических наук, профессору. Уважаемые товарищи, мы рассматриваем сегодня проблемы заключения и выполнения прогрессивного коллективного договора. Но я думаю, что уместно напомнить, о какой коллективный договор является прогрессивным. И что включает прогресс вот именно в нынешних, сегодняшних условиях. Я думаю, что определение прогрессивного коллективного договора достаточно простое и нам, в общем-то, знакомое. Прогрессивным является такой коллективный договор, который улучшает положение работников коллектива, заключившего этот договор по сравнению с тем, что было до его заключения. Улучшает. Ну, а положение работников, вы знаете, характеризуется очень многими параметрами. Очень многими. Вот почему неудивительно, что когда мы берем коллективный договор, хороший коллективный договор, да, а прогрессивный в сравнении с теми, которые имеются на других предприятиях, нас всегда поражает или... Теперь уже, конечно, не удивляет, что этот договор, включающий очень много положений и затрагивающий много аспектов. И дело не только вот в той части, которая является первой частью, но и в том, что у хорошего коллективного договора всегда очень много приложений, конкретных, доходящих до рабочих мест, до температурных режимов, до количества, так сказать, выдаваемого мыла и спецсредств и так далее, и так далее. А мы знаем, что приложение имеет силу коллективного договора. Поэтому, когда мы говорим о прогрессивном коллективном договоре, то, конечно, имеем в виду не только вот эту часть с первыми... с этими положениями общими, но и весь пакет приложений. И, конечно, даже если первая часть хорошая и прогрессивная, то без вот такого пакета приложений она много теряет. Много теряет. Значит, ну вот сегодняшняя ситуация такая в экономике очень непростая, как мы знаем. Ну и что здесь особенно выдвигается? Ну, вообще выдвигается на первый план проблема занятости. Мы знаем, что в капиталистической экономике она всегда на первом плане... Для работников, конечно. Для предпринимателей такой проблемы нет. Да. И даже в условиях нормального развития, такого развития, которое предполагает использование технического прогресса, там нет без всяких этих кризисных явлений, это, так сказать, проблема занятости переработникам устает, потому что научно-технический прогресс используется в интересах капиталистов. Которые экономят на фонде заработной платы и, значит, выкидывают работников вместо того, чтобы сокращать рабочий рейд. Но сегодня эта проблема встает остро, потому что, ну вот, возможно, нарушения. И они уже, так сказать, происходят. Нашего производства в связи с обрывом связи не по нашей инициативе, а по инициативе того, кого так долго называли партнерами, но которые, как мы с вами понимаем, вполне следуют в духе политики центра мирового империализма Соединенных Штатов Америки. Именно потому, что я не даю поведения политике, я просто отмечаю связь политики и экономики, что политика – это концентрированное выражение. И вот всякие эти частные интересы связаны с тем, чтобы быть представленным на рынке. Рынок достаточно большой, внутренний, я имею в виду, российский. Там увеличивать прибыль за счет этого и так далее. Использовать преимущество с точки зрения трансформационной компании, преимущество низкой оплаты на труда работников российских. Все это вступает на задний план, ну и вот они как по свистку начинают уходить. Значит, проблема занятости возникает. Потому что вот остается очень много работники, просто предприятия, которые ушли, это во-первых. А во-вторых, это ударяет определенным концом по тем предприятиям, которые находятся в кооперационной связи с вот этими, с ушедшими. Ну и, разумеется, без коллективного договора вот эта проблема решена практически не может быть. То есть, если оставить все это на усмотрение работодателя, то он так усмотрит, как он всегда усматривает, что в любой ситуации, кризисный или, наоборот, в просветании, использует все возможности для увеличения прибыли за счет работников. А здесь сам Бог велел. Значит, кого-то выкинем, кому-то скажем, что нет никаких возможностей платить зарплату в прежнем объеме. Значит, будет использоваться все это для понижения зарплаты. А поскольку люди выкинуты этого безработица, то, значит, они будут давить на тех, кто занят. Ну и, в общем-то, такой вот круг, круг, который, на самом деле, петля на шее работников. Поэтому нужно использовать все возможности, которые только имеются у работников, с тем, чтобы защитить, сохранить занятость. И мы знаем, что коллективный договор дает такие шансы. Но, так сказать, высший пилотаж, который был в свое время представлен у докеров, это фиксирование количества рабочих, такого количества, численности рабочих по коллективному договору, которые устраивают самих работников. Да. Не просто там откуда-то с потолка, а вот что их устраивает. Кстати, докеры не всегда использовали, заполняли вот все вакансии в соответствии с этим количеством, но они всегда это держали в запасе. Если надо было, они могли с этим выступить и сказать, что вы делаете. Вот, смотрите, вы зафиксировали, а вот и реальное количество работников меньше. То есть, у них есть возможность придержать это, но это тогда используется в их интересах. У них есть такое оружие, уж когда они будут их использовать, это дело у профсоюзной организации. Значит, дальше, ну, мало того, чтобы держать чистость, надо что-то делать. Все равно, если действительно меняется объем заказов, падает, там меняется структура производства, значит, встает вопрос о повышении квалификации, о профессиональной переподготовке, ну, и кто должен это осуществлять, и за чей счет. Ну, разумеется, не те, у кого зарплату-то будут забирать. Это надо, так сказать, все это обеспечивать за счет работодателя. Тем более, что в этой ситуации государство, как вы знаете, приняло решение выделить предпринимателям. Ну, вот тут вообще это сам Бог велел, если не ошибаюсь, по 60 тысяч. Вот такой я видел. Рублей, да? Дойдут эти средства, во-первых, не дойдут. Это вот прямой интерес работников знать, и кто это может сделать. Ну, организованные работы. Знаешь, и дошли эти средства, и как они используются. Вот на все 60 тысяч. И кто будет определять программу, преподавательский состав, да? Да, но это ведь работодатели могут использовать в своих интересах, так сказать. Ну, коррупция, как вы знаете, может везде осуществляться. Поэтому, если профсоюзные организации этого пустят из своего видения, то, опять, минимальный будет эффект для работников. Поэтому, в данном случае, в коллективный договор, наверное, следует сообразно включать норму об контроле профсоюзов за организацией этого учебы. А может быть, забивать прямо, это уже на усмотрение, да? В каком количестве, по каким специальностям обучать. Вот и пусть это будет еще одно приложение, которое сделает коллективный договор содержательней и прогрессивней. Сегодня это совершенно необходимо. Разумеется, потребуется норма о том, чтобы, так сказать, представлять вакансии работникам. И, в первую очередь, работникам предприятия, да? Если появляются вакантные места, представлять им право занимать эти вакантные места. И так далее, и так далее, и так далее. Вот все, что было в хороших прогрессивных коллективных договорах, они прогрессивны же в сравнении не с тем, что было у них, а в сравнении с тем, что есть у большинства работников. Все это надо использовать. И мы это можем сделать, потому что у нас прогрессивные коллективные договоры размещены на сайте Фонда рабочей академии. Настало время с этой точки зрения внимательно посмотреть, а что можно взять и что можно использовать. Ну, единственное, что, вот, конечно, может дойти дело и до сокращений, и тогда надо заботиться о том, чтобы выходные посуды были, и так далее. Но я думаю, что это вот последний интерес, потому что у меня всегда вспоминается такой, я бы сказал, негативный опыт одного из наших нижегородских предприятий. И наш товарищ тогда был, вот, в нашем российском театре рабочих, но это история, наверное, 25-летней давности. Вот Василий Иванович знает, пауков такой был. Который очень активно развел бурную деятельность, так сказать, поставив неправ работников. А в чем, так сказать, стояла его деятельность? В том, чтобы оплатили долги по зарплате работникам, которые, так сказать, увольняются. Ну, и, так сказать, когда администрация все это проделала, то товарищ Пауков остался одним рабочим на этом заводе. И в единственном числе. То есть, наверное, вот не в этом акцент сделать, что, так, когда мы смотрим, а что вот можно сделать в области занятости. Не в том, чтобы вот обеспечить выплату пособия. Чтобы вот все остальное мы бросили, а вот только вот пособия и так далее. Или еще что-нибудь предусмотреть такое, чтобы как можно бы увеличить такие пособия. Хотя это тоже вот в общем ряду и последние меры, когда уже вот должно быть. Но это никак не приоритетный мир. Вот все, о чем я говорил, конечно же, в таком плане может быть осуществлено только благодаря профсоюзной организации. И, поскольку мы знаем, коллективный договор – это такой план борьбы профсоюзной организации, то в этом плане надо все, что вы можете, все предусмотреть. По крайней мере, в проекте за это биться, но а бой решит судьба. По словам Некрасова, совершенно справедливо. Но если вы это не включите в проект, то, конечно, этого не будет и в самом коллективном договоре. Поэтому здесь есть о чем подумать. Ну и можно много мер определить, но в какой-то мере, наверное, нужно еще и защититься. Потому что, ну, есть наша инициатива, есть инициатива работодателя, она всегда будет проявляться. И никогда наперед все не предусмотришь, что он может выкинуть. Поэтому какая такая мера гарантирующая, ну, в той мере, в какой вообще что-то можно гарантировать в условиях капитализма для новых работников, должна быть предусмотрена в коллективном договоре. Согласование профсоюзной организации тех решений администрации, которые затрагивают интересы работников. А что, собственно, не затрагивает? Ну, когда-то мы широко затрагиваем, когда-то поуже. Но вот если вы эту меру, так сказать, забьете, тогда уже можно узнавать о планах. То есть вообще сейчас, конечно, настало время, когда требуется, так сказать, устанавливать рабочий контроль. Вот как мы пытались это делать в 90-е годы, когда все рушили, распродавали, разрушали. И мы понимали, что просто надо физически спасти предприятия. Сейчас ведь может тоже повториться, что не устроят предпринимателя прибыль туда-сюда. И мы можем только все это реализовать, распродать. Вот поэтому тут надо, раз уж такие необычные обстоятельства в экономике возникли, то надо тоже выйти за рамки привычного. За рамки привычного. И поскольку, так сказать, судьба предприятия – это вообще судьба жизни самих рабочих, то вот здесь нужна и активность, и, ну, так сказать, надо быть везде сущным. И выяснять что-то, и упреждать. В общем, требуется куда более активная работа, поскольку, так сказать, с той стороны тоже куда активнее пойдет, так сказать, деятельность. В том числе, наверное, не на интересах развития, производства. Ну и второе, что сейчас, конечно, так сказать, над всеми висит, как домоковых вещей. Вот мы обеспечили занятость, да, сохранили. Но мы с вами понимаем, что уровень реального содержания заработной платы контролировать на одном предприятии невозможно в полной мере. Да, или можно контролировать только таким образом, и об этом установить, что вот через коллективный договор тоже. Поскольку инфляция всплеска. Вот никто в конечном счете не берется прогнозировать, какой же будет этот, как любят говорить предприниматели, таргет, целевой показатель. А это, между прочим, государство всегда устанавливало целевой показатель инфляции. Вот откуда шел вообще-то этот импульс инфляционный. А потом все эти перекладывали, все предприниматели, потому что они сами рассуждают. Ну, правительство такой поставило же таргет. Целевой показатель инфляции мы, вроде как, должны выполнять, да, если мы живем в этом государстве. Ну, вот не знаю, какой будет целевой показатель, но понятно по ценам, что вот полезло вверх. И, как мы с вами понимаем, и не только, во-первых, потому что дефицит, это тоже не основание для того, чтобы все полезло вверх. А кто, зачем вы меняете цены? Ну, держите. Ну, что-то, может быть, нормированное. Вели же уже килограммы руки. То есть, можно было это все предусмотреть. Но кто-то использовал это дело. То есть, цены все равно повысили. И уж тут, как всегда, концов не найдешь. Где исход, где, значит, вынужденные обстоятельства. На самом деле, все поучаствовали. Все, кто мог со стороны предпринимательства, в этом деле поучаствовали. Значит, что же делать? Как же обеспечить повышение заработка? Ну, и вот мы здесь, я думаю, столкнемся опять с тем, с чем столкнулись, что называется, в мирное время. То есть, без этих событий. Что работники идут, так сказать, работают сколько могут. Да, удлиняют свое рабочее время. Почему так происходит? Ну, мы знаем, что вообще, так сказать, если разобраться, еще раз к этому вернуться, чтобы понять, а что же надо делать. Общий заработок – это функция, как говорят в математике, двух перемен. Какой ставки, тарифный и количество отработанного времени. Вот ставка тарифная, как вы сами понимаете, денежная. Значит, если нет профсоюза и нет настоящего коллективного договора, она повышаться не будет. Не будет повышаться. Но раз она не повышается, а цены повышаются, то это означает, что в реальном выражении ставка будет только падать. Только падать. Какие-то моменты могут вот эту тенденцию переломить. Какие? Ну, вот до вот этих событий, вдруг в ковидное время, обнаружился дефицит рабочих в некоторых сферах. Вот самая была пищевая, так сказать, промышленность, ну, совсем уже забытая, забитая и так далее. А там вдруг вот выросла на 40%, потому что, ну, вот людей надо кормить, а там, так сказать, тоже были остановки, приостановки. Короче говоря, вот дефицит. Условия там ужасные, как полагается. То есть немножко выросла. То есть дефицит иногда повышает. Ставку заработную плату, я имею в виду какой? Номинальную. Но думать, что вот это будет дефицит сейчас какой-то, когда наоборот говорят, что вот не знаешь, куда одевать. То есть это можно забыть и можно не связывать, не прогнозировать повышение ставки заработной платы денежной в силу того, что просто сложился дефицит. Значит, скорее будет избыток, безработица, и поэтому страшное дело, как будет падать реальная заработная плата. Предприниматели, вы знаете, они, как правило, не понижают ставку денежную, потому что, хотя это тоже не исключено в нынешних условиях, но не понижают ставку, потому что зачем понижать, если есть инфляция, если они могут повысить цены. Ничего тут рабочих, так сказать, будоражит. Потому что когда вы понижаете ставку денежной отплаты, это вы виноваты, и к вам прибыли, и с вами воюют. И буржуазия давно уже научилась, что, так сказать, если она держит денежную ставку на прежнем уровне, а повышает цены, то претензий к этому предпринимательу никогда не будет. Он только всегда говорит, да видите, вот и не я виноват. И знаете, пускай это по бесконечному кругу работников. И действительно, тогда претензий не возникает. Значит, что же делать работникам? Ну, повысить номинальную ставку заработной платы, я говорю, первой составляющей общих заработков, можно только коллективным действием, это знаем. Ну вот, без коллективного договора здесь тоже не обойтись. Как результат коллективных действий, и что же должно. Мы это тоже знаем, и только приобретают особую актуальность, что инфляция плюс. Плюс, видимо, должен быть побольше, потому что мы что-то плохо очень угадываем эту инфляцию, ее на самом деле занижает, как мы понимаем. Теперь уже это имеет такое значение, чисто пропагандистское. Поэтому плюс должен быть побольше к уровню инфляции. Ну вот, за это надо биться, и это без коллективных действий, организованных в профсоюзе, никак не достичь. То есть, что можно сделать, да? Ну, если нет профсоюзной организации, если нет хорошего прогрессивного коллективного договора, как работники поступают, когда падает реальная заработная плата, ну вот они отвечают тем, что они больше работают. И вот ты никак их не остановишь в этом смысле, потому что, ну, действительно, если я буду дополнительно работать, увеличив количество часов, максимально возможно, то, так сказать, мой заработок увеличится. Другое дело, что он может вовсе не так увеличиться, как выросла инфляция, то есть, падение вот этой ставки, реальной, ни в коем случае не может быть компенсировано увеличением, или чаще всего не может быть компенсировано увеличением количества отработанных часов, потому что есть предел физических возможностей. Но вы знаете, что люди, которые, так сказать, заботятся о семье и так далее, у нас люди-то все-таки очень заботливые, они еще что-нибудь придумают, еще какой-нибудь дополнительный, может, в отпуск не выйдут, ну, что-нибудь всегда можно наношарить, все-таки много часов-то. На самом деле, если, если у нас работает 2000 часов, то ведь можно работать по 3000 часов в год, можно работать, можно, работали люди, работали, а можно работать и больше, и по 5000 можно, работали рабы, работали. То есть, там вот такая дурная бесконечность есть. Другое дело, что мы с вами понимаем, и это можем сказать, что за всплеском инфляции вы все равно не угонитесь, не угонитесь. Ну, что же делать? Значит, только профсоюз может обеспечить повышение реального заработка, я уже беру заработку в целом, таким образом, таким образом, что добиваться повышения номинальной ставки, быстрее, чем растет инфляция, чем повышается уровень цен, и тогда можно вот этот процесс совместить даже с сокращением рабочего времени. Это будет нормально. То есть, заработок не упадет, то есть, это просто надо повышать ставку денежную так, чтобы это повышение обгоняло темп инфляции и еще учитывало сокращение общего отработанного времени. Вот этот путь возможен только тогда, когда действует профсоюз, то есть, вне профсоюза, это путь просто невозможен. Просто невозможен. Вот сочетание, повышение ставки, так сказать, тарифные ставки, там, часовой, оклады, да, с сокращением рабочего времени, это сочетание возможно только благодаря коллективным действиям, организованным профсоюзом. Ну, и мы понимаем, что это не разовая акция. Вы сегодня это сделали, а завтра опять пошли цены. Значит, это можно сделать только благодаря постоянным действиям. Поэтому, вот то, о чем во второй части мы должны сказать, или опять в целом мы должны сказать в нашей конференции, что заключение и выполнение прогрессивного коллективного договора – это особая тема. Но, если такого не будет, в проектах и такой нормы, то не будет и такого повышения реального заработка. То есть, я еще раз хочу сказать, подводя итог, что в наших, так сказать, нынешних, вот особых условиях работа профсоюза, так сказать, с использованием коллективного договора становится просто необходимой, иначе, так сказать, рабочим, в общем, нынешней ситуации сулит большие бедствия, и никто, в общем, сочувствовать не будет, потому что скажут, ну, просто вот такая ситуация сложилась. Уж какая она сложилась, мы знаем, что это тайна за всеми печатями, какая сложилась ситуация, работодатели никогда с этим не поделятся. Ну, и опять старый принцип. Нельзя входить в положение их, потому что, вот пусть они входят в положение работников. Работники в конечном счете заинтересованы и в сохранении предприятия, и в развитии, поэтому, если мы говорим о том, чтобы сохранить производство, то речь идет прежде всего о том, чтобы сохранить работников, да, ну, конечно, как работников, значит, и рабочие места тоже. Поэтому нам, я имею в виду профсоюзных, на рабочем предстоит очень большая и активная работа с тем, чтобы обеспечить интересы работников вот в этих экстрадинамных экономических условиях. Спасибо за внимание. Спасибо.